электромобиль nissan env 200 японского происхождения вот в общем-то декотакси то есть я вот на этом электрическом автомобиле мусор на переработку увозил то есть когда занялся мусорной темой и чтобы вот это все именно как-то закрывалось во всех смыслах что мусор возить еще и на электромобиле то есть это прям была моя такая идея экологично да вот ну и в общем-то так я на нем езжу выгоняем всех отношения с точки зрения если говорить там про топливо то есть здесь затраты намного меньше ну в пять раз где-то примерно экономия получается топлива но и немаловажный фактор это эксплуатационные расходы ну типа там всякие там то там всякие колодки и все такое то есть здесь вот я на ней проехал получается 40 70 тысяч вообще ничего не делал вообще ни копейки вообще ничего даже колодки родные вот 135 тысяч пробег колодки родные потому что там есть все равно рекуперация есть чего не то есть когда едешь она накатом то есть она сама тормозит вот и за счет этой руки на рекуперации происходит торможение естественно ты колодки они вообще не изнашиваются ну как-то в нет этих всех там проблему особенно вот на этом пробеге у меня был там свое время даже таксопарк автомобили вы есть чем сравнить на самом деле вот тут вот 135 тысяч пробега вот это самый момент когда начинаются вот эти все дорогие ремонты типа генераторов стартеров там коробки и все такое вот здесь я уверен кайфу и нет мыслей покупать машину уже на другом топливе если уж электромобиль то мы просто с какими-то другими характеристиками я запас стол это 100 километров я живу за городом и вот это панамы мне ехать там по 25 километров поэтому грубо 30 даже вот туда-обратно я съездил как бы нормально заряжались дом вот а так но даже когда эксплуатировал я там в эко такси то есть не тоже хватало но в любом случае на машину выбирайтесь и уж электричество на выбирать под задачи то есть какие задачи у меня и на товарищ брал тоже на нем поездил там типа я там проезжает там по 200 километров за день и надо быстро я говорю ну это точно не твой вариант нужно другие характеристики просто выбирать все то есть мне под мои задачи там вполне себе хватает вот телефон ты заряжаешь от розетки то есть там есть адаптер и шнур вот здесь то же самое то есть ты в розетку включаешь есть специальный адаптер и через специальный переходник ты заряжаешь машину дома от розетки это обычно вот но есть специально станции зарядки электромобиля но домой такая не нужно зачем побыстрее чтобы заряжала от зачем ну дома чем приехал поставил на ночь утром сел поехал на заряженном машине это так по городу когда ездишь там допустим куда-то заехал быстро зарядился ну или там по межгороду кто-то ездит заехал зарядился в городе сейчас полно зарядов в москве тоже там москве вот хорошо там много много всяких разных зарядов у нас тоже хватает когда-то у меня в девятнадцатом году пересел 4 года тогда не было зарядок общения что ты понимал то есть у меня было в эксплуатации 70 автомобилей разного класса вот и пока машина новая и своя железяка на ней стоит вот она ездит запчасть вот только ты поменял все и ты начинаешь менять те же самые колодки они допустим родные ходят 1000 но даже вот у таксистов они ходят ну там тысяч 30 например 40 да вот только ты поменял все 15-20 тысяч колодками ешь 15-20 тысяч колодки меняешь ну и здесь тоже я думаю то же самое то есть только залезть туда что-то поменять все это пляска запечатаем потому что ну в любом случае на заводе тем более вот это японский автомобиль то есть про качество как говорить это прям понимание есть что это действительно кажется